И об этом сказал наш президент, выступая несколько лет назад на юбилейной сессии Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке. Там, если вы помните, шла речь о подписании Киотского протокола, который потом стал Парижским соглашением. Речь шла о том, об ограничении выброса парниковых газов. Так вот, президент сказал, что да, мы поддержим там это ограничение, но речь должна идти о совершенно иных подходах, о внедрении принципиально новых природоподобных технологий, которые не наносят, как сказала сегодня одна из ведущих, ущерба существующему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой. Это вызов действительно планетарного масштаба. Президент дальше сказал, что мы это делаем, мы делаем это одни из первых, и мы готовы, так сказать, предложить свою возможность площадке всему миру. Мы провели первый форум конвергентных природоподобных технологий два года назад в Сочи. Почему это произошло? А потому что, давайте задумаемся, наука осознанная началась 300 лет назад, во времена Ньютона. Тогда человек пытался, как и сегодня, понять окружающий мир, он посмотрел вокруг, не понял его и обожествил. И наука была тогда только одна, одна научная специальность. Как она называлась, кто знает? Естествознание, а по-английски? Natural science. И у вас, естествоиспытатель или natural scientist, был только учёный одной специальности. А дальше, поскольку мы не поняли целого, весь окружающий мир, мы искусственно стали эту единую, неделимую природу раздирать на части. Мы начали вычленять из этой вот единой, неделимой природы кусочки, в которых мы могли разобраться. И так возникли узкие дисциплины, десятки, а на самом деле уже сотни узких дисциплин. И фактически мы за сотни лет, две сотни лет, три сегодня уже, построили узкоспециализированную систему науки и образования, в которой живём. И что самое главное, мы на ней построили отраслевой принцип экономики. Почему трудно новое внедрять? Потому что новое препятствует, новая инфраструктура, старая инфраструктура препятствует новому. Так вот, мы выстроили это на узкоспециализированной системе науки и образования. С одной стороны, построили уникальную цивилизацию, можем высадиться в космосе, жить под водой, вылечить массу болезней, всё можем сделать. Но мы пришли в космологический тупик. 14 миллиардов лет, когда образовалась наша Вселенная, большой взрыв, образовалась 100% энергии и материи. Так вот, как сейчас стало ясно, всё то, чем мы оперируем и в чём очень хорошо разбираемся, это менее 5%. Остальное – это тёмная материя и тёмная энергия, то, о чём мы не понимаем. То есть мы с вами живём в неком иллюзорном мире, и это надо отчётливо понимать. Когда вы формируете новые технологии, появляются, как это делается? И это делается очень просто. Вот у вас есть науки или технологии, появляются новые, и вы её рисуете ещё одним столбиком. И так делал весь мир. И это методологически было неправильно, потому что, когда появилась информационная технология, это была не отдельная технология, впервые появилась надотраслевая технология. Сегодня нет прогресса ни в одной области человеческой деятельности без IT. И IT – это другая надотраслевая технология. Но IT – это голова профессора Долли, нематериальная вещь. Появилась нанотехнология. Что такое? Её опять нарисовали столбиком весь мир, как новую технологию. Ещё одну. Это неправильно. Нанотехнология. Во-первых, ещё одна надотраслевая технология, но главное. Нанотехнология – это методология конструирования материалов путём атомно-молекулярного конструирования. И это главное. А у вас любая область материализует через материал. А вы его создаёте атомно-молекулярной манипуляцией именно нанотехнологией. Поэтому появилась ещё одна надотраслевая. И вместе нано- и IT-технологии, и нанотехнологии возвращают нас к целостной картине мира, но уже на уровне глубинного знания. Вот что важно. Вот что произошло с появлением IT, а потом нанотехнологии. Это главный вывод, который нашей стороне был замечен первыми и сформулирован много лет назад. И поэтому мы выбрали правильный путь. Вот это слияние – это не просто, так сказать, бред, возникший в моей голове. Естественный ход развития науки требует междисциплинарности, слияния. Не узкую специализацию, как мы живём до сегодняшнего дня. Когда я был студентом, как вы, 90% денег и статей были посвящены чему? Ну чему? Каким материалом? Полупроводникам. Полупроводникам. А до меня – металлам. А сейчас перенос акцентов на живое. 80% денег из журналов тратится на живую жизнь её изучения. Второе. Наука была беременна этой междисциплинарностью. Естественным образом возникали науки-связки. Было мало биологии и физики. Позникла биофизика, биохимия, гео-даже нейрофизиология. И нанотехнологии соединили живое с неживым. Органику с неорганиками. Когда вы манипулируете атомами, вам не важно, как вы их складываете. У вас был разрушен через нанотехнологии барьер между органикой и неорганикой. То есть живой жизнь и неживой. Что самое важное? У вас междисциплинарные исследования вышли в технологии. Вот вы знаете, что такое кто-нибудь? Аддитивные технологии. Вопрос в чём заключается? Вот как мы сегодня у нас устроена с вами сфера промышленная? Очень просто. Мы отрезаем лишнее. Почему экология плохая? Лишнее отрезаем. Вот я вам приведу пример. Научно неправильный, но популистский, очень понятный. Вы дерево срубили, ветки от него отрубили, и у вас бревно. Из бревно можете построить то, что по-английски называется лог кабин или сруб, домик. Дальше в эту доску опять отрезаете, сделаете брус, вагонку, паркет. Отрезаем лишнее. То же самое вы руду добыли, слиток выплавили, на станок поставили, отрезаете лишнее. Сегодняшний способ производства устроен так, что до 80, или даже, говорят, где-то до 90% энерго и материальных затрат идёт в отвал на загрязнение окружающей среды. А природа экономна. Она выращивает каждую деталь. Из зерна, из клетки вырастает дерево. Из клетки вырастает живое существо. То есть природа вырастает без отходов. Так вот, аддитивная технология – это выращивание деталей. Вы сыпете порошок, неважно какой, композитный, металлический, и лазерным лучом или электронным лучом его плавите по программе. Вы перешли к другому типу безотходного производства. Вы ничего не режете, не обрежете. Вы делаете, провели в процессе, у вас готовая деталь. Понимаете? То есть принципиально. Это важно всегда улавливать главное. Вы принципиально меняете аддитивными технологиями способ производства. Вы делаете его безотходным. Продолжение следует... Продолжение следует...